Приветствую, друзья! Давно уже отгремели бои на территории завода Азовстайл, там где сдались в плен очень много украинских различных националистов с Азовы и так далее, а также часть подразделения вооруженных сил Украины. И сейчас уникальное интервью вышло одного из украинских командиров, который руководил подразделением вооруженных сил Украины, о том, каким образом шло у них взаимодействие с так называемым Азовым, украинскими националистами и так далее. Давайте послушаем, потому что это действительно очень интересно. И даже с продовольствием проблем не было, потому что тушь не тушенка как стояла, так и стоит ящиками. Я не знаю, конечно, может быть по бункерам там разные ситуации складывалось, но вот конкретно твои боевые товарищи говорят, что все, все закончилось, и мы просто были вынуждены сдаться. Ну, и у меня такое ощущение отложилось, что нет. То есть можно было сидеть там еще, не знаю, месяцами. И давайте тут просто послушаем ответ украинского командира с позывным, по-моему, Волына, если я не ошибаюсь, потому что там сидела колына, волына, рябина какая-то и так далее. И давайте просто послушаем. Сейчас. Я говорил у вас просто, мы были на пищевом удовольствии у азовцев, как бы у нас не было ничего своего абсолютно, как бы, и нас кормили скудно, как бы там, нам неизвестно было, где находятся склады, там нас не допускали к ним абсолютно. И представляете, украинских военных, оказывается, националисты не пускали даже на продовольственные склады, чтобы, конечно, украинские солдаты не видели, в каком количестве там находится продовольствие у азовцев. А оказывается, что продовольствия было настолько много, что они там могли даже, знаете, по полгода по году сидеть. Ну, насколько мне докладывалось, нам по тылу, нам выдавали с расчета на человека 50 грамм крупы и там на закладку, по-моему, шерсть или 8 банок тушенки на 186 человек. Ну, скудная пища, конечно. И получается, украинские националисты кормились нормально, по максимуму, знаете, поэтому они выходили, когда сдавались в плен, такие все бодренькие, живенькие, чистенькие и все остальное. А вот украинские военные, обычные солдаты в ВСУ, тут совершенно другая история, там им выдавали просто так, чтобы с голоду не сдохли. Ну, они, наверное, были там хозяинами, поэтому, как бы, нам по какому-то остаточному принципу или как, я не знаю, как они там делили, поморали или как, я не могу сказать. На это, конечно, есть определенная, ну, обида, можно сказать, там, как-то в таком роде. И тут украинские националисты, я думаю, уверен, будут возмущаться касательно того, да как все-таки эти украинские солдаты в ВСУ что-то там требуют. Ведь они-то украинские националисты, знаете, там, сверхлюди, арии и все остальное, и они считают себя, конечно же, исключительными. А солдат в ВСУ обычных, это, знаете, низшая раса, и такое отношение по логике украинских националистов абсолютно нормальное. Если бы все-таки солдаты в ВСУ не читали книги вот этих националистов, то тогда бы они поняли, что все-таки нацизм, он предполагает такое разделение, когда одни люди считают себя исключительными, а все остальное это такая чернь, которая там должна им подчиняться и их обслуживать. И тогда бы, я думаю, что солдаты в ВСУ просто сделали бы для себя логические выводы и поняли причину, почему к ним так относились азовцы. Если вы посмотрели в их распоряжение, и они вас считали людьми второго сорта? Ну, как бы мы выполняли сдачи на опасных направлениях, там, где отказывались азовцы стоять, наставили туда. И когда исключительные решали, что все-таки там очень опасно, там можно погибнуть, то тогда туда высылали чернь в виде солдат вооруженных сил Украины. И, конечно, туда шли люди и погибали. И, как бы, по продовольственному обеспечению, вот как выясняется, что мы по-разному питались, ну, как бы, было разные отношения. Я думаю, что если бы каждый солдат ВСУ понял, насколько разное было отношение с азовцами и с обычными солдатами ВСУ, то бы они просто прозрели, особенно с учетом того, сколько ежемесячным азовцам выплачивали денег в качестве, знаете, заработной платы. Как известно, украинские националисты считали себя исключительными, и поэтому, конечно, им выплачивали довольствие всегда в 5, в 10, в 15 раз больше, чем обычным смертным солдатам ВСУ. Ну, а вы пытались как-то решить вопрос? Ну, конечно, разговоры были об этом, но я говорю, что как-то ссориться и что-то требовать я не мог, потому что боялся, что лишусь того, что имею. И все поставлено довольно четко. Если чернь возмущается, тогда чернь лишается того, вот того минимума, что она имеет. И солдаты ВСУ здесь, как мы видим, не исключение. Но у любого направления, даже у нацизма, есть всегда источник. Если разбираться, то источник нацизма, в первую очередь, конечно, кроется в капиталистической модели управления в стране. И если просто посмотреть на апологет так называемого капитализма в лице Соединенных Штатов Америки, то вот этот апологет уже серьезно деградирует. И об этом заявляют серьезные достаточно в самих Соединенных Штатах люди. Давайте послушаем, что заявил Трамп. Самое ужасное это то, что за последние пару лет к мнению нашей страны перестали прислушиваться. Она уже не внушает людям уважения. Я бы даже сказал, что она просто выставила себя на посмешище перед всем остальным миром. И тут, конечно, речь идет про антироссийские санкции, потому что вводили их с учетом того, чтобы разрушить российскую экономику. А по факту получилось так, что Байден начал разрушать американскую экономику теми самыми санкциями. И самое удивительное, что у Байдена получилось, потому что цены на бензин США просто сумасшедшие потолки. И рекорды бьют, и не только, потому что там инфляция и все остальное. И, конечно, идет коллапс небольшой промышленности, потому что, как известно, дорожают цены на топливо, на энергоносители и подтягиваются все остальные группы товаров под эту планку. Друзья, небольшое, но важное объявление. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Я не устану это повторять, потому что это реально очень важно. Потому что вы должны всегда иметь альтернативный источник информации и получать объективную историю и по Украине, и по остальным вопросам. Поэтому ссылка в описании первым комментарием под видео. А вот в Украине в это время глава высшего так называемого суда в Украине просто клянется и божится, что примут все необходимые так называемые реформы судебной системы. Потому что, как известно, контроль над судебной системой Украины это очень важно для западных посольств. Потому что тогда, собственно, казнить или миловать это уже будет напрямую решать в посольстве, ни где бы то ни было еще. Но и для того, чтобы мои слова не были какой-то голой теорией, давайте внимательно почитаем, что же требует от украинской судебной системы. По словам главы высшего суда предусмотрены быстрые конкретные меры. Необходимо только одобрение мельюства в целом руководства страны, которое имеется. Князев обратил внимание на перечень задач относительно реформы. Среди них реформа отбора судей Конституционного суда Украины органов судебного управления. И пока идут боевые действия, западные посольства интересуют конкретно назначение судей Конституционного суда Украины, чтобы они сами их назначали. И органов судебного самоуправления. А если контролировать орган судебного самоуправления, который утверждает судьи на должность, то тогда контролируя этот орган, можно контролировать любого судью в Украине. Как говорится, колония должна быть полностью управляема. Если какой-то там судья что-то не то решит, то тогда западные посольства должны иметь действенный инструмент, чтобы такого непонятного судью просто убрать с должности. Но как говорится, это будет на совести так называемых украинских националистов, которые сейчас просто продают остатки суверенитета. И это отдельная история. Но по факту интересно даже отношение вот тех самых украинских патриотов к такой стране, как Турция. И заявление Мердогана, который заявил, что ни в каких антироссийских санкциях он участвовать не будет, потому что это ударит экономически по Турции. И тут понимаете, украинские националисты уже успели своим сыновьям, дочкам, новорожденным повыдавать имя Байрактар. А теперь получается Турция не планирует вводить вообще никаких антироссийских санкций, всех вот этих детей придется переименовывать. Я думаю, что процесс переименовывания детей украинских националистов должен называться детуркизация. И она должна идти, знаете, в логике, утвержденном Верховной Радой и Зеленским. Удивляет, что даже после таких заявлений Эрдогана и Турции, то Эрдогана не внесли на так называемый сайт миротворец врагов Зеленского и, конечно же, Порошенко. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Там всегда можно гораздо больше информации выложить, чем здесь на ютубе. До скорого.